так всем привет в обзоре паяльная станция айхун т3б бывает еще т3а т3а я вам не советую она с неправильным скажем таки гнездом под паяльную станцию и она не комплектовалась вот такой подставочкой значит что мы имеем почему я ее решил приобрести так как на рынке у нас существует сейчас очень большое количество вот этого вот паяльного оборудования которые пытаются скопировать ggc но по факту не у всех это получается и очень много модулей которые сделаны на базе т12 паялок ну там хлам хламом и ручки по но в общем все сделано не очень добротно почему я повелся потому что это фирма gc gc как вы знаете у нас он делают такие программаторы там идет еще есть айкопи недалеко моей копии это gc v1s который на рынке уже достаточно долго существует и у него есть скажем таки не знаю у меня по крайней мере какой-то лимит доверия ну принципе я доволен этой станции она пришла вот в такой вот комплектации три жала одно жало у нас соответственно здесь топорик я вам час по него про них тоже расскажу и покажу значит почему сделано вот эта подставочка именно так они сделали подставку под станции gbc вот с таким вот проводом провод который идет на ручку около двух метров то есть в два раза длиннее чем родной gbc провод провод эластичная ручка содрана просто посмотрите никаких отличий вообще нету никаких не считаем маркировки единственное отличие который я заметил но возможно это в моей и в моем случае вот этот родной провод от станции от новый он тоньше и более мягкий возможно просто потому что у меня уже gbc станции дофига лет и провод чуть-чуть огрубил но то есть все сделано так же как и в оригинале то есть шнур длинный шнур подключается в подставку как в оригинале в gbc жки сам кабель сам штекер сама ручка один в один совместимы с gbc подключал я все это работает 210 подключалась 245 не работает по причине разного разного разной перемычки внутри по подставке подставка очень удобная поставил вытащил поролончик а вот этот я как бы не использую но в данном случае мне его сдирать в лень чем минус этого поролончика ручка становится чуть чуть дольше и в подставку вставляется небольшим скажем отталкиванием этого поролончика если ставить сюда gbc ручку без поролона она уставляется прям четко идеально по подставке есть регулировка то есть можно наклон выбрать под любые задачи то есть смотря где эта подставку будет стоять у вас и здесь есть пять штук под наконечники давайте поставим просто хаотично любой ну то есть система хранения картриджи отверстие сделано специально тут толстая предполагаю что они рассчитывали что сюда можно еще засунуть 245 наконечник ну как бы вот так вот по отличиям по жалам значит здесь комплектуется тремя жалами жала не оригинал от оригинала я думаю вам даже на камере можно будет видеть что оригинал вот этот вот бочонок толще и он сделан толще не просто так сделан для того чтобы можно было его легко вынимать вот отсюда с помощью вот этого быстросъема вот с этой ручкой так у меня не получается то есть я видите немножко немножко не хватает толщины и надо делать какие-то усилия то есть не цепляется вот буквально миллиметра не хватает чтобы его прям конкретно прям ровно отцепить ручка плюс вдобавок может потому что она свежая она очень плотно плотно держит это жало ну с родным как бы получше родное как видите без проблем то есть вот это есть недоработка вот этих вот жал то есть они немножко уже я не знаю поправит они это или не поправить дальнейшем но жало их не дешевле в два раза то есть по работе не могу прям вот я судить что но проработать там каких-то там миллион лет это надо все скажем так долго и упорно мучить вот тут неизвестно но жало gbc на сюда встает без проблем по поводу топорика и всех картриджей примерно так они выглядят так что дальше у нас комплектушка сразу гнутая видите тоже в колбе такой же коротенький ну то есть узенький и тут тоненькая игла ну то есть бонусом что жало есть это замечательно сама подставка удобно тем что мы можем разместить допустим блок блок-блок по версии наверху нищет провод не позволяет но допустим ее размещу вверху да и сама подставка мне позволит быть где угодно то есть мне нужно здесь поработать я ее поставил и поработал то есть в плане подставки это просто это самое гениальное решение которое можно было придумать то есть вот вот эта станция так ну себе не может позволить и приходится ее то есть разместил на стол съедает она место не съедает но придется поставить подставку при желании можно просто поднять вверх куда-то там убрать если паяльных работ нету и все ну то есть вот эта штука удобная действительно удобно но ладно про удобство заканчиваем тут как бы делая каждого у каждого свои предпочтения по столу переходим к самой станции поехали включаем по станции есть есть некоторые нюансы и некоторые неудобства с одной стороны но они перекрываются наверно всем вот этим вот качеством сборки все сделано добротно здесь есть юсби для обновления обновляется через ту же самую программу которая у нас джейсишная что еще раз подтверждает что это все таки джейси дальше по дисплейчик у здесь нагрев босс просто молниеносный примерно равносильно что и джейбиси наверное те же самые две-три секундочки но мы сейчас еще тесте проведем то есть здесь показывает фактическую температуру что у нас задано здесь есть анимация какая у нас ручка вставлена сколько ему требуется мощности для нагрева и фактическая температура по пресетам ставим на ручку и все она также пошла в сон по пресетам у нас получается так не сюда выходим значит 250 280 350 380 мы их можем регулировать менять неудобство какое видите ручку крутим вот тут меняется температура все и если бы мы нажали допустим она все равно никуда ничего не меняется то есть чтобы выбрать вот этот пресет нам нужно нажать нижнюю кнопку допустим 280 350 380 с одной стороны достаточно неплохо сделано но я бы сделал все таки под дисплеем какие-то кнопки ну то есть реализация вот именно менюшки такое себе решение то есть либо триггером этим или инкондером как он пронизывается то есть можно было бы покрутить и не все то есть но выбор такой значит мы выбираем температуру заданную любую допустим 350 нажимаем ok снимаем и у нас эти 350 есть заданы то есть при работе если задать два правильных или три правильных пресета то в принципе отличное решение одной кнопочкой выбрали нужный режим и все допустим 280 вот он сохранился даже подтверждение нажимал так по менюшке по менюшке здесь есть калибра калибровка жала на случай если вы впихиваете сюда оригинальные неоригинальные так далее но опять же тогда надо замерять само это жало я не вижу великого смысла я выставляю ту температуру на которой комфортно работать чтоб он не жалил не жарил и не перегревал жало по менюшке значит смотрите тут вот такое получается разделение раз два три окошко и эти три окошко получается как старых телефонах simons под окошком получается вот эта кнопка активно под этой это то есть вот возврат сюда если нам нужно зайти допустим заходим через эту кнопку тут уже ок по языку язык у нас английский китайский максимальная температура у нас 450 тут также можем поменять изменить дальше есть настройка lock set close lock так потом дальше у нас есть режим сна это звук давайте кстати включим звук со звуком будет интереснее так вот как она тут крутится то есть если вот некоторые замешательства по поводу настроек и вот это вот всего устройство как чего выбрать то есть сам энкодер видите теперь работает по принципу выбора то есть не крутилочкой нажатием ну такое себе решение не знаю мне вот немножко неудобно все звук активировали можем покрутить звук такой скажем таки противный поэтому может он изначально и отключен звук не самое лучшее решение что тут могли придумать то есть по звуку по звуку не очень так дальше у нас уходим температура заданные вот эти пресеты которые мы тоже можем поменять 260 280 и так далее давайте звук все-таки уберу не очень приятный сохраняемся выходим так по температуре есть тут ресет и системная информация есть прошивка 103 уже есть свежая версия я смотрел по моему 105 выходим особо в прошивках там ничего не меняется я думаю только внутренне какие-то настройки то есть сам график анимации особо не меняется так ну и все вот все 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 меню которое в нем есть то есть выходим и все значит здесь отображается модель т3б момент работы с включения версия прошивки и температура которая у нас сейчас то есть есть тут какой-то датчик который определяет какая температура для работы паяльника то есть что-то тут настроена по анимации она статичная все ручку мы с ними вылежала снимем то что-то тут произойдет значит по подставке если мы касаемся вот этой части или вот этой части так же как и в оригинале он понимает что у нас требуется отключить питание с жала но вот кстати по поводу съема видите да есть есть сложности то есть сами жала вот эти не неправильно сделаны однозначно неправильно снимать их неудобно вот добрался ну и еще такой вот момент я вам сейчас объясню и покажу вот сюда вот я бы вложил какую-нибудь губку под вот эту часть так как там пластик жала горячая можно коснуться и нечаянно пропалить пластмасска будет не очень приятно то есть когда мы жала извлекли у нас пишет ручку то что она подключена и пишет что нету жала то есть как только подключаемся соответственно молниеносно срабатывает и показывает так ну что теперь переходим к тестам по внешнему виду думаю все понятно по эргономике удобству все тут интересно сделано по внутрянке я попробую докинуть картинку внутрянка здесь собрана давайте я просто покажу картинку на мониторе чтобы не разбирать лишний раз значит начинка у нас блока питания выглядит вот следующим образом вот такая вот плата там с начинкой и картинка с мозгами вот такой там чипсет стоит более подробно это чипсет серии gd32f305 можно в интернете почитать про эту серию то есть по начинке собрано все хорошо рожать разбирать если честно не охота так чё покажем дальше давайте потестим подберем какую-нибудь пластинку да я думаю и попробуем погреть будем греть 210 ручкой будем греть жало копытка которая или топорик что как называет как вот есть у медленно пластинка правда одна ничего страшного есть есть немножко флюс и немножко припоя так не припой так 280 вставляем по настройкам давайте вот так чтобы вам видно было сюда капельку флюса и припой значит нагрев у нас практически сразу паять можно припой точно сразу по пластинке так ну появится без проблем 280 градусов пластинку осиливает думаю дальше даже смысла нету повышать то есть 280 эту пластинку берет так чего тогда еще у нас попробовать затестить сейчас найдем какую плату с массивным полигоном по массе давайте вот эту какой-то планшет лежит в разборке вот здесь у нас есть полигон с массой да паяет без проблем сразу массу берет паяет хорошо давайте антенна вот он висит на массе тоже сейчас мы попробуем отпаять припой плавится но дает уже ему посложнее так давайте выберем 350 так на 350 расплавился сразу 350 сразу расплавился вернем на место паяет в принципе без великих отличий я вот не вижу прям кардинальных отличий по джи би сишки по удобству подставка на мой взгляд вообще классное решение удобнее сейчас мы еще взвесим это все на весах посмотрим сколько оно весит так весы у нас все покажут ставим на весы без паяльника 420 грамм если не врут давайте обнулим ну что 420 грамм это прилично не берет так все отключаем включаем проверяем 440 с паяльником 420 без паяльника подставка достаточно тяжелая и в ней есть еще такие прорезиновые штуки на вот этом столе это все отлично находится не скользит регулируем по высоте так как удобно и вставляем у меня обычно это под таким вот градусом чтобы паяльник залетал и не цеплял жало об корпус вот этого то есть вот таким вот образом в принципе я думаю на этом можно и завершить обзор тут особо то нечего показывать все сделано красиво добротно нужно подольше попользоваться чтобы уже какие-то выводы можно было делать о длительной длительности работоспособности и так далее также можно подключить компьютер попробовать ее обновить давайте посмотрим что что нам выдаст единственный момент при обновлении нужно вытащить из сети выключить из сети сейчас подключаем кабелечек приходим к компьютеру и смотрим что у нас будет есть сразу нюанс по поводу обновления ее нужно при включении компьютеру не выдергивать чтобы у вас не произошел какой-либо сбой это также касалось как и gc предыдущий программатор который я внезапно подключил и решил потом отключить подумав что что-то зависло на самом деле нужно было дождаться так переходим программу вот либо gc да потом открываем айхун вот тут и у нас появляется окошечко с программой либо отдельно скачиваем на сайте есть утилита для обновления соответственно этой станции так вот окошко открывается это же окошко и по сути дает у нас обновление других приборов gc звучит прям как gbc то есть такое ощущение что они под них как бы и косить собирались так подключаем сюда в разъемчик type-s компьютер вот видите нашел какое-то устройство все смотрите он определил так поставлю станцию начал автоматически что-то загружать обновлять все выдал нам сто процентов нам надо что-то где-то нажать все он автоматом его отключил видите t3b его серийный номер версия прошивки 105 насколько я помню там отличие никаких они пишут на сайте какие там они отличия делали здесь добавлено вот ручка t210 и 115 по факту тут и было было ощущаться т3 а он не было еще на другой ручке так отключаем кабель на станции кстати обратите внимание есть какая-то информация то есть контроллер питается видимо от usb и показывает текущее состояние нам паяльника при этом кнопка ведь у меня не включена только подключен кабель отключаем кабель подключаем питание и смотрим что у нас вообще поменялось давайте камеру чуть-чуть поменяем ракурс чтобы мне было удобно включаем так тут ничего не поменялось давайте зайдемте в настройки калибровки язык максимальная температура блокировка режим сна громкость температура максимальная то есть это нет это пресеты у нас пресеты рс этой системная информация в системной информации так системной информации у нас т3б версия 105 все то есть как бы сама подменю меню не поменялось ничего это все то же самое какие-то внутренние настройки тут произошли но по факту ничего может какие-либо калибровки давайте еще раз пластину попробуем на тех же самых 280 градусах посмотрим насколько она ее быстро расплавит все начало плавится берет на 280 давайте ради интереса на gbc попробуем 280 градусов выставить там тоже жало типа топорик эта штука сейчас чуть-чуть остынет чтобы более-менее равный тест был ну и поролончик все-таки надо сдвинуть или убрать ручки она сидит не прям very good вот чуть подвинул кстати вот четко заходить вот так как все делается на автомате максимально быстро то есть расставил и все то это не самый удобный мой вариант с этой подставочкой джубисишны кстати подставки также она сидит спад с с поролоном не неудобно то есть также в джубисишну ручку подставку не заходит плотно так джибисишка тут у меня 370 оставляем на 280 а еще один момент час расскажу которые в этой подставке лучше чем в оригинальной джубиси так 280 я выставил сейчас он чуть остынет убираем его на сон и покажу фишку по том что мне не нравится джубиси вот смотрите вот здесь мне нужно допустим сейчас выставить температуру он мне говорит типа в сними паяльник когда появится тут температура только тогда ты не можешь ее поменять вот 280 только теперь я могу регулировать у меня станция без станция старая без пресетов то есть у меня нету выбора пресетов у меня все регулируется вручную с учетом этих трех кнопок здесь это делается ну молниеносно быстро и нету никаких там вопросов давайте переходим к пластинке к этой мы уже остыла ручка джебисишна оригинальная с таким же топориком ну примерно то что мы то есть без касания ничего не пошло все расплавилось но на вам на мои ощущения оригинал это сделал увереннее увереннее конечно и расплавил и ведет над себя вот видите намного увереннее припоем чувствуется что она помощней вот но прям такой прям максимальный прирост не не сильно не сильно думаю значимый вот целом как то так ценовая политика я думаю всех интересует конкурентность станции с угон т-36 насколько я помню да он стоит что там около 30 с копейками эту станцию я брал за 12 тысяч рублей сейчас покажу так тут была открыта вот продавец вот этот бестерон или как-то так там уже вот его все добавлены комплект был 210 210 ручка с тремя жалами 13000 но с доставкой там обошелся около 13 с копейками на тот момент сейчас она видимо пошла в топ у нее две петель 12 500 уже с такой же комплектацией а сорян это у нас 115 ручка так десятку еще вот и 210 10 800 и полторашка доставка ну получается ну те же самые 12 13 тысяч в районе примерно так если мы будем смотреть с угон 36 да на который принципе я думаю многие глаз положили с угона вот этот вот с угон 26 говнище последние его вообще никогда не рассматривайтесь если кто-то собирается брать собран говнистая самостанция часто у людей сгорало в общем не советую так у нас потом идет с угон вот это да и вот этот то есть вот этот вот вариант он двухканальный но стоит уже 44 рубля одноканальных соответственно 28 то есть как бы до значительная сумма вот одноканальная тоже есть варианты выбора этих ручек но опять же цена прыгает в районе 26 тире 28 тысяч по сравнению с айксу нам в 12 тысяч рублей но небо и земля вот такие вот дела вот у меня в планах пока ее потестить я ее очень интересно придумал как ее залепению на свой стол сейчас покажу я уже попробовал мне зашло значит правда я щас ее отключу потому что кабель у меня будет другой стороны значит тут рабочий стол у меня примерно свободный вот так выглядит надеюсь видно вот эту штуковину я ставлю сюда мне тоже есть резиновые эти штуковины и она не скользит вполне себе отлично вес у нее хороший то есть чтобы кнопочку видите нажимать она не скользила и можно крутить все четенько то есть вот таким вот образом сюда вот этот кабель я снизу запущу так и соответственно подставочка вот так вот у меня на рабочем столе будет супер да супер very good сюда вот этот проводок прячем и и при работе просто шикарно получается соответственно там включил тут надо поработать то есть достаточной длины по самому кабелю кабель длинный это мне очень рада то что мой джебе сишны смотрите он мне короткий падла и мне не хватает вот этого расстояния приходится вот так вот он и давлевать до конца и ну вот в зону пайку уходить потом возвращать мне эта фигня чуть-чуть такая самодельная у меня бушная она была мне этой штуки не было но все равно в сам 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 провод здесь короче это не сильно удобно а вот с такой штуковиной будет просто шикардос разместил там где надо попаял надо вообще убрал ее вот вверх к примеру да опа на мне уже не мешает так ну ну не знаю в общем мне она понравилась я взял я вообще такой фанат всего этого говна скажем так а прикупить но говна скажем таки не прям говна чтобы вот оно соответствовало какому-то не знаю минимальному качеству чтобы можно было пользоваться а не так что прикупил этот т12 паяльник и думаешь как от него избавиться от этого металлолома вот поэтому как бы станция довольно интересная то есть разочарование не и позрачные деньги вообще них ни капельки не жалко также вижу что есть на будущее если видите тут паз и тут паз то есть будет двухканалка двухканалка будет по принципу ручка 210-115 так что в будущем компания будет развиваться будет дополнять дополнительные паялки это сто процентов информация потому что вот это вот все задел на будущее то есть также подставочку отдельно можно будет будет приобрести подставку кстати подключал к джи бисе она тоже работает но неправильно работает вот эта штуковина то есть она не уходит сон джи бисе так это было бы вообще классно вот эту подставку прикал ходить к оригинальной джи бисе и избавиться наконец от вот этого вот неудобства то есть выкинуть на подставку вот если эту подставочку доработать то я думаю можно с оригиналом и подружить вот все на этом наверное все ребят если что-то там не рассказал не показал вы пишите в комментариях я обязательно допилю допишу как бы не проблема станция у меня я ее сейчас вот мучаю снял чисто для того чтобы показать находится на вот тут но на самом деле готовилась она на второе рабочее место я дома оборудую потихонечку рабочую мастерскую но пока что это времени мне не хватает приходится все тут делать то есть по факту она предназначена на мастерскую в доме вот на втором рабочем месте у меня по факту стоит старый паяльник т12 но я его тоже почему-то забрал домой я там электрику делал и его было мне не жалко там поковыряться такую станцию там естественно с проводкой позиции не совсем вариант так ну в целом все отличия у нас соответственно жала жала неудобные в плане того что у них наконечник тоньше соответственно выдернуть подставки вот отсюда неудобно то есть тут либо надо подставку им делать острее вот тут усики либо жала делать доработанные пожалуй они по моему там что-то в три цены дешевле оригинала но как бы оригиналы у меня ходят именно 210 ручки долго 115 ручки ходит поменьше потому что 115 ручка соответственно большие нагрузки если допустим мы кончиками ой кончик это иголочку берем она быстро достаточно вбивается неправильно упала уронил и еще что-то топорик у меня за все время вот один сгорел точнее не сгорел он стерся второй топорик на ручке вот по факту я его подточу и он еще послужит то есть вот так вот по 115 ручки кстати давайте покажу если в оригинале у них будут жала ну у gc-шного скажем таки паяльника будут жала 115 такие же как и в и в оригинальном gbc да соответственно давайте попробуем его вытащить на этой же подставке так как видите не цепляет ему даже не хватает просто длины так давайте так видите ему не хватает длины чтобы его просто зацепить то есть и тут тоже самое все это как бы если он точно такой же то не вариант но у них носик насколько я знаю чуть подлиннее так по этой ручке давайте еще раз покажу что он не цепляет нифига вот надо прям утопить и промах утопить и промах то есть вот ну вот это прям большой минус для их них жал с оригинальными жалами вопросов нету давайте вот любой у меня оригинальный gbc так вставляем и пробуем повторить давайте прям на столе не буду показывать зацеп то есть он тут цепляется хорошо вот тут кстати не зацепился тут тоже плотно плотно сидит выходит очень 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 сложно зацеп очень такой плохой зацеп давайте следующее жало что тут у меня еще есть надеваем пробуем повторить тут без проблем тут наконечник вот он уже потолще то есть все зависит от самого жала если жало с вот этим бочонком потолще то выходит так вот есть новое вообще ни разу не пользовался это у нас c 210 003 надеваем то же самое тут проскакивает и тут и тут чуть чуть проскакивает ну так чтобы дать оценку 5 не могу не могу вот этот вот нюанс тоже с выдергиванием жал напрягая давайте это же самое жало сейчас попробуем в оригинальной станции ну тоже кстати да проскальзывает сейчас жал такое теперь на этой стороне не ну тут как бы вопросов нету то есть сложновато конечно вот это конкретно но выходит давайте с которым были проблемы вот этим отдел блин ребят она и в оригинале проскальзывает я думал я все-таки думал что станции косяк отдела нет ни в станции само жало такое то есть вот это жало у меня примерно такой же как и те комплектные которые у нас поставляются то есть приходится что сделать надо под вот таким вот углом ну то есть иметь какой-то уклон да и вот только тогда вытаскивать вот так вот давайте родное комплектное жало айхуна попробуем на станции gbc снять так оп топорик одеваем нет видите тоже проскальзывает а вот на это цепляется без проблем то есть вот там поострее все сделано здесь вот оно не прям без проблем есть нюансы тоже но под углом можно выдернуть но как бы сложновато gbc чётко давайте gbc попробуем вытащить на вот этой станции так только я сейчас и выключу так да тут хорошо все выпрыгивает но это тоже все хорошо то есть оригинал жало работают и выпрыгивают отлично на этой станции в общем вот такой вот вывод а чтобы быть не сильно голословным мы сейчас достанем еще одно жало пробуем его одеваем ну по поводу одевать тут у всех стандартно отверстие нет сложно ребята ну действительно это это сложно то есть оно не цепляется тогда надо какой-то прихват а это не очень интересно давайте сделаем следующим образом в оригинальную ручку gbc сжало их не оно помягче сюда заходит то же самое на оригинальной станции вот в левом можно вытащить и не сильно составляет это труда то есть вот все вставляю ну так с небольшими усилиями но тут все опять же упирается в ценовую политику с самой станции либо плати дорого покупай оригинал либо бери какой-то вариант из тех что нам предлагают предлагают пока что такие варианты что что есть на рынке выбираем то что есть которое подходит нам по бюджету по бюджету для домашней мастерской было взято это поэтому вот так вот в общем все на этом прощаюсь все что не показал пишите в комментариях термостабилизацию я по ней думаю что нет смысла показывать потому что у меня во первых нечем показать у меня обычный мультиметр термофарой я думаю прям жарить ее двести восьмидесяти градусами будет нехорошо поэтому ее мочить не будем все всем пока увидимся в новых видео так